Резкое дипломатическое обострение между Россией и западными странами. Российский МИД вызвал британского и французского послов, пригрозив, в частности, ударами по любым военным объектам Британии, в том числе за ее пределами, в ответ на удары британским оружием по России. А Минобороны отработают на учениях применение нестратегического ядерного оружия. Перерастет ли ядерная риторика в ядерную войну? Российский МИД предупредил посла Британии, что в ответ на удары британским оружием по России целями могут стать любые военные объекты Британии, как на территории Украины, так и за ее пределами. Ранее президент поручил Минобороны провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта. Новые заявления французского президента Макрона о возможности отправки французских войск на Украину, но также слова Кэмерона о допустимости использовать британское оружие для ударов по целям на российской территории были истолкованы в Москве как признаки эскалации. Пока риторической. Однако рассуждения о сценариях использования натовских войск на Украине как-то участились в последнее время. Впервые высказанный как предположение Макроном в конце февраля, такой сценарий более не воспринимается как экзотический. Французский президент на днях уточнил свою мысль, заявив, что сигналом для отправки войск может стать прорыв фронта либо официальная просьба Киева. И в МИД РФ тут же был вызван французский посол Пьер Леви. Хотя появившееся в прессе утверждение, что подразделение французского иностранного легиона уже находится на Украине, МИД Франции опровергает. Однако теперь и на Украине формулировки меняются. Вместо прежнего категорического отрицания надобности во внешнем военном вмешательстве, премьер Денис Шмыгаль говорит, что Киев был бы благодарен союзникам, если бы те приняли решение об отправке войск. Но пока надобности по-прежнему нет. В ответ Москва снова прибегла к ядерной риторике, объявив учения по использованию нестратегических ядерных средств. Наиболее решительную позицию продемонстрировал зампредсовета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявивший, что отправка странами Запада своих войск на Украину приведет к мировой катастрофе. Тема ядерного оружия в связи с СВО возникла сразу же. Так, в апреле 22-го года Минобороны РФ заявила, что США якобы готовят провокацию, хотят на ее фоне обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия на Украине. Через полгода в контексте муссирования темы в медиапространстве Байден пригрозил России последствиями, если она применит такое оружие. Но и Владимир Путин во время обращения по поводу мобилизации заявил, что для защиты нашего народа мы используем все наличествующие средства. Наконец, летом прошлого года Москва передала Минску ракетный комплект «Искандер», включая ядерные заряды. Среди союзников Украины, особенно из Восточной Европы, распространено мнение, что, дескать, Кремль блефует, и ядерное оружие использовать на Украине не будет. Тем более, что и Китай категорически против любого его использования. Однако и президент США Байден также не раз говорил, что он-то как раз ферьез верит в такую угрозу. Помимо того, в случае, если западные войска действительно появятся на Украине, Москва может истолковать это как принципиально новую ситуацию, прибегая к соответствующей аргументации, в том числе с диалоги с Пекином. Логика, гипотетически рассуждая, может быть использована примерно та же, которую использовали США, нанося ядерные удары по Японии в августе 1945-го. Тогда это было подано как стремление сократить потери американских войск и скорейшим образом закончить войну. В части российского экспертного сообщества близкой властям распространено мнение, что коллективный Запад не рискнет начать глобальную ядерную войну для защиты Украины или хотя бы даже в случае ударов по странам в Восточную Европу. Трудно пока оценить пророческие способности таких людей, берущих на себя смелость подобных прогнозов. С чем тут трудно спорить, так это с тем, что если действительно произойдет переход от ядерной риторики к практике, то это очень резко ускорит ход событий, приблизив их конец. Возможно, уже в ближайшее время ситуация начнет раскручиваться с еще большей скоростью. Но пока, после вызова в МИД РФ, посол Франции все-таки собирается представить свою страну на инаугурации Путина, в отличие от стран Балтии и Чехии. Это был Георгий Бовт. На фоне нагнетания риторики ряд западных держав исключили отправку своих войск на помощь ВСУ. В пятницу соответствующее заявление сделали представитель Госдепартамента США и министр обороны Польши. Днем ранее глава польского МИД Радослав Секорский ушел от прямого ответа на вопрос об отправке. Войсочники сообщают, что Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск на Украине. Автор статьи в связи с этим делает вывод, что мост уже не представляет собой важную военную цель для ВСУ.